При температуре 10 градусов Цельсия, давление 10 в пятый паскаль, плотность газа равняется 2,5 килограмм на метр в кубе. Какова малярная масса газа? При решении этой задачи следует воспользоваться уравнением состояния идеального газа, которое записывается как PV, равняется νRT. Дальше расписываем, что объем это у нас будет масса, масса соответственно на ρ, на плотность. И также записываем температуру. Температура у нас будет равняться, а и также ню сейчас запишем, это будет масса на малярную массу. Это отчего выражение, которое у нас здесь дано, преобразуется к выражению PM на ρ, равняется так, на RT, где R это газопостоянная, универсальная газопостоянная, а это уравнение клапирона, которое мы сейчас записали. Ну что ж, идем дальше в преобразование. А найти нам надо необходимую малярную массу. И мы записываем результат, и малярная масса будет равняться ρM r на T на P. ρRT так. ρRT на P. Также очень большое внимание следует уделить тому, что здесь у нас описывается в килограмм, это в кубе. И температура на гиграц в Цельсию. Перед тем, как записать величины, мы запишем, что температура в кельмах. То есть 273 плюс 10 градусов Цельсия получается 283 кельмах. Потому что все величины здесь у нас кельмах. Это не тривиальный момент. То есть, молекулярная масса будет равняться 283 на 2,5. Ну, эти петры поставят 2,5. Универсальная газопостоянная 8,31. Кстати, я тут не буду писать всякие там кельмах, килограммы, да? Но учтите, что здесь в метрах в кубе работаем. И в литры переводить не стоит. Потому что, соответственно, давление давлено в паскалях. В паскалях температура в кельминах. Классность газа, килограмм в кубе. А постоянная, например, сяль-джоль на моль на кельмах. Я тебе уверен, что молекулярная масса просто найдется, как вот из этого выражения, как килограмм на моль. Это будет равняться 0,58 килограмм на моль. Или, если на 1000 умножить, то есть раз 0 будет 0,58, 5,8, 58 грамм на моль. Важная задача учитывать, в каких еще величинах мы это делаем. 58 грамм на моль получаем из равнения с целью глизиальной газы. Туда вводим что-то. Ну, 58, 59, это не суть важно. Какие могут быть ошибки? Ошибка, основная ошибка может быть, конечно, связана с тем, что мы здесь начнем в литре переводить. В целом остальные варианты, они, по сути, никак не возможны, как мне кажется вообще в принципе. Мне этот вариант невозможен. Ну, а если мы там забудем программы и так далее, ну, в принципе, вся диаграмма на моль получается. Спасибо за внимание.